МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. На завершающем этот год еженедельном совещании в Доме правительства говорили о жилье, снегопаде, обсуждали, как будут проходить детские новогодние каникулы. В Республике продолжается работа по оказанию господдержки различным категориям граждан. Всего в 2014 году в рамках реализуемых жилищных программ из бюджетов различных уровней выделено более 3,5 миллиардов рублей. Благодаря этому жилищные условия улучшат более 6,5 тысяч человек. На обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов выделены средства в объеме более 476 миллионов рублей, в рамках которых выдано свидетельство 715 молодым семей. На сегодняшний день реализовано 313 свидетельств. Остальные будут реализованы в 2015 году, так как срок действия свидетельств у нас составляет 9 месяцев, и средства были распределены в сентябре текущего года. Обсудили и предстоящий Новый год, и праздничные январские каникулы. Утренники в детских садах и школах сейчас завершаются, но они плавно перетекут в веселые городские и районные представления. Более 193 тысяч детей республики посетят театры, новогодние концерты, ярмарки, катки. Не останутся без внимания и дети-сироты. Традиционно в каникулярное время большинство воспитанников, детских домов, школ, интернатов устраиваются гостевые семьи. Для нас важно, чтобы каникулы для детей-сирот использовать максимально для того, чтобы адаптировать к новым семьям. Мы это гостевыми семьями называем. Здесь дети проводят каникулы. И в этом году впервые проходит республиканская акция «Новый год в новой семье». И эти семьи мы заранее определяем, помогаем, обеспечиваем, сопровождаем не только педагогически, психологически, но и в определенной мере материально. В настоящее время более 80% воспитанных детских домов, школ, интернатов уже определены гостевые семьи. В новогоднем календаре множество интересных событий. Новогодний бульвар и рождественскую ярмарку на площади республики можно будет посещать в течение всех новогодних праздников. 9 января в Театре оперы и балета состоится рождественская благотворительная елка. Ну а те, кто даже в празднике думает о науке, проведет несколько дней в санатории «Лесная сказка». Здесь будет работать республиканская образовательная школа «Нанаград Че». Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Расиль Мухаммедов, «Республика». Внимание всем! Этот предупредительный сигнал гражданской обороны 30 декабря в 9 утра услышат жители Чувашии. Заработают сирены и громкоговорители. В республике будут проверять систему оповещения населения. Жители просят сохранять спокойствие и продолжать заниматься своими делами. На вопрос, без чего невозможно создать новогоднее настроение, добрая половина россиян ответит – без снега. В конце года Небесная канцелярия решила порадовать жителей республики обилием осадков. Ледяные горки, колоритные снеговики и бои снежками. В этом году новогодние праздники пройдут в духе лучших зимних традиций. Однако снежная сказка по вкусу не всем и не всегда. Вчерашний снегопад испортил настроение даже самым жизнерадостным автомобилистам. Пробки были во всем городе. И все же ситуация под контролем, заверил автолюбители министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии. Ночью работало 385 единиц техники. Израсходовали около 2000 песчано-соляной смеси. Проезжаемость обеспечена. Дорабатываем днем порядка 450-500 автомобилей и машин будут работать на дорогах республики для того, чтобы привести все в соответствие требованиям дорожного проезда. По прогнозу Чувашского гидрометеоцентра, снегопад прекратится к 31 декабря. Однако и в этот день сюрпризов погоды не избежать. По новогоднюю ночь ожидается похолодание до 26 градусов и гололед. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика. Начали строить одним из первых, но открыли в последнюю очередь. В поселке Кугесе распахнул в свои двери новый детский сад. Для местных жителей это долгожданный праздник. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Торжественная церемония здесь должна была состояться еще два года назад, но открытие детского сада затянулось надолго. Менялись подрядчики, то и дело, срывались намеченные сроки. Ребята, которые изначально претендовали на место в эти группы, уже подросли и теперь учатся в школе. Детский сад поселки Кугесе начали возводить в чистом поле, и за все это время здесь успели возвести новый микрорайон. Теперь именно его жители поведут сюда своих чат. Новые подрядчики завершили работы в экстремально сжатые сроки. Когда внутри уже начали устанавливать мебель, пришлось наносить и новый слой краски на фасад. В итоге на строительство детского сада было потрачено более 100 миллионов рублей. Родители этого дня ждали с нетерпением. Многие из них простояли в очереди на получение места в дошкольной группе более двух лет. Другим приходилось возить своих чат в Чебоксарские детские сады. Долгожданный садик наконец-то открывается. Тут, видите, и бассейн, и спортивный зал, наверное, большой. Внутри пока еще не были. Ну, надеемся, все на лучшее. А мы еще рядышком живем. Там вот рядышком наш дом. Пять минут, и мы в садике. Радостные события, конечно, очень радостные. Столько ждали садика, дали место в садике. Вот, и такой красивый садик. Садику подобрали громкое название «Крепыш». Он оснащен всем, что нужно для полноценного развития его воспитанников. Современный компьютерный класс, спортивные и музыкальные залы, бассейн. Одними из первых работы строители оценили депутаты и члены правительства. Есть, что еще подновить и сделать по весне. Я думаю, те обязательства гарантийные, которые подрядная организация взяла на себя, они окончательно будут выполнены весной. Но в целом объект сдан, даже высажены деревья, то есть проведено благоустройство. Путевки в новый детский сад получили 240 ребят. Создано 60 рабочих мест. Вообще, Чебоксарский район давно нуждался в новом детском саду. С его открытием решается проблема очередей. В целом, проблему трех лет в Чебоксарском районе решена. А с открытием этого четвертого детского сада она решена уже даже более раннего возраста. Поэтому мы думаем, на данном этапе задачи поставлены, мы решили. Возможно, что в районе в ближайшие годы приступят к строительству нового детского сада. Статистика порождаемости тому подтверждения. Митрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Вообще, в этом году в Чувашии дополнительно открыто 5700 мест в детских садах. К примеру, 25 декабря в Чебоксарах состоялось торжественное открытие сразу четырех садиков. Очередь в детские сады значительно сократилась. К тому же, предоставление мест стало максимально прозрачным. С 1 января 2014 года в Чувашской республике начала работать электронная очередь в детские сады. С этого момента у родителей появилась возможность самостоятельно ставить своих детей на очередь в садик. Теперь для регистрации не нужно выходить из дома. Есть и другие плюсы. Важный, как мы говорим, фактор для того, чтобы обезопасить от всяких возможных соблазнов и увести наших руководителей, в том числе воспитателей, от соблазна принимать, как мы раньше говорили, по блату. То есть, кому-то кто-то какой-то подарок принес, вот это исчезло. И слава богу. Действительно, запись по интернету решила для такого большого муниципалитета, как Чебоксары, много проблем. Некому стало платить деньги за возможность устройства. Все свободное время семьи посвящают теперь досугу, а не стоянию в очередях. Вот и в этот детский сад номер 201 мама и папа своих детей записывали таким способом. Мы поступили с детьми в этот детский сад в этом году. Мы стояли в очереди электронной. Вот, встали сразу после рождения. И я на сайте спокойно могла осмотреть, как продвигается наша очередь. Родители в любой момент могут зайти на сайт и увидеть, как движется очередь. Большая часть детей зачисляется в садике к 1 сентября. Но в связи с активным строительством новых зданий и реконструкцией старых, очереди стали двигаться и в течение года. К примеру, 25 декабря открылся детский сад Непоседы на 240 мест. Этот садик был приобретен у застройщика на средства федеральной премии. Напомним, что Чувашская республика заняла 14 место в рейтинге эффективности деятельности органов исполнительной власти по итогам 2013 года. И получила грант в размере 165 миллионов 59 тысяч рублей. Марина Рябцева, Оксана Александрова, Андрей Шоклев, Республика. Мороз и солнце – день чудесный. Лучшего занятия, чем лыжная прогулка, для такой погоды не найти. Так посчитали не только воспитанники школы Олимпийского резерва, но и республиканские чиновники. Приобщалась к спорту вместе с ними и наша съемочная группа. На старт, внимание, марш! Почувствовать себя настоящим спортсменом сегодня мог каждый желающий. Хорошая погода, новая свежепроложенная трасса и теплая компания. Что еще нужно для приятного субботнего отдыха? В этом году, можно сказать, мы с Ларисой, супругой, приехали сюда покататься, просто себе удовольствие. Ну и кроме всего этого, мне докладывают, что лыжня готова, все, можно приходить кататься. Я еще, можно сказать, приехал с инспекторской проехкой. Лыжи катятся сегодня хорошо, погода вообще прекрасна. Дай бог, вот данная погода сохранялась на новогодние и рождественские каникулы. Было бы здорово. Готовность лыжной базы к новому сезону проверил и глава администрации столицы Алексей Ладыков. Мы действительно сегодня вышли испытать лыжню, вышли покататься на лыжах. Огромное удовольствие получаем от этого и призываем всех горожан заниматься спортом. В данный момент зимними видами спорта. Хочу всех также поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, успехов, удачи и всего самого наилучшего. Заряд бодрости и отличного настроения получили сегодня все участники лыжного кросса. Любители активного отдыха, объединенных любовью к спорту, в Чувашии с каждым годом становится все больше. Растет поколение, сильное и телом, и духом. Да здравствует лыжня! Ура! Ура! Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. Праздник к нам приходит. В эти выходные главные улицы столицы были отданы новогодним персонажам и автомобилям. Парад сеношествия вновь вернулся в столицу Чувашии. Прямо за моей спиной Деды Морозы, Снегурочки, Снеговики, Снежинки и другие сказочные персонажи. А все потому, что в столице Чувашии сегодня проходит грандиозный новогодний парад «Всеношествие». Участниками парада могли стать абсолютно все желающие, независимо от возраста. Около 15 тысяч чебоксарцев приняли участие в костюмированном шествии. Волшебная делегация под звуки новогоднего оркестра внесла в город праздничное настроение. Сегодня большое обширное мероприятие и надо принять в нем участие в общем шествии Дедов Морозов. Все подогнано по размеру, смотрите, даже в плечах, даже здесь, борода, все это, конечно, только не дергать. С Новым годом всех! Вздравляем! Счастья, радости желаем! Пусть и беды останутся в прошлом году. Я настроена победу, жду подарков Деда Мороза. Снегурочка Деда Мороза – это как традиционно и захотела что-то, вот какого-то новшества, потому что русская матрешка – это русский дух. И наша русская душа, она всегда широка и гуляет по полной программе. Я синей коза. Несу счастье, удачу и здоровье. Я внучка, а это правнучка Деда Мороза. За окном ложится снег. Снег пушистый, новогодний. В зале музыка и смех. Детский бал у нас сегодня. К грандиозному празднику готовились и жители, и муниципальные учреждения. Кроме костюмов, многие подготовили и машины. В параде участвовали тракторы, мусоровозы и квадроциклы. Именно такие декорированные машины и возглавили новогодний автокарнавал. Владельцы железных коней потрудились на славу и украсили свой транспорт в новогодней тематике. Здесь летала стрекоза, дымила печка Емели и бежали три белых коня. Снегурочка предлагала всем прокатиться на настоящей карете. Деды Морозы сами скакали на лошадях. И даже мороз на улице никак не влиял на настроение участников карнавала. Я снежная королева. Заморозили нам погоду. Вы? Естественно. Знаешь, кто? Почему? Да потому же винился. Да не провинился лучше. У нас зима. Так что оно идет как по правилам. Мы играем за добро, чтобы вот тут тоже мы решили Дед Морозу со Снегурочкой. У нас еще Снегурочка есть очень красивая. С охраной сегодня пустить такая толпа, кто знает. Может быть и украдут. Ой, я сегодня самая красивая, самая обаятельная. Женщина в самом расцвете сил. Баба Яга, то бишь? Да-да, она самая. Баба Яга не замерзла? Ой, нет. Настроение отличное. Шикарно. Все шикарно. Вот думаю, где погнагадить. Все нашествие завершилось на Красной площади песенным марафоном. Легендарные хиты вокально-инструментального ансамбля «Здравствуй, песня» объединили зрителей разных поколений. Я хочу выразить слова благодарности организаторам, всем тем, кто участвовал в этом мероприятии, чтобы Новый год всем встретить в хорошем настроении. Счастья вам, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. От всей души хочется пожелать, чтобы то настроение, которое сегодня нас всех объединяет, этот позитив, оптимизм и вера в лучшее, безусловно, был внутри нас весь следующий 2015 год. Все нашествие – это на время забытая традиция, которую в этом году решили возобновить. Кстати, новогодний парад прошел при информационной поддержке национальной телерадиокомпании «Чуваши». Все нашествие на большой сказочный новогодний карнавал, где каждый мог себя проявить, прийти в костюме Деда Мороза-Снегурочки, сказочного персонажа, нарядить свою машину, поучаствовать в автокарнавале и почувствовать это новогоднее настроение, которое вот здесь прямо просто плещет на площади. В ходе праздничной новогодней программы состоялась церемония награждения победителей конкурса карнавальных костюмов и декорированных автомобилей. Так в номинации «Самая новогодняя семья» победителями стала семья Мартыновых. Мы просто так неожиданно собрались, вообще просто у нас только тело, да, но мы отложили их, но мы вообще самые счастливые, что мы просто выиграли, что у нас самый главный Дед Морозик. Среди всех зарегистрированных, а их было около тысячи человек, путем случайного отбора выбрали самый лучший карнавальный костюм. И приз путевку в Сочи получила девушка в костюме лисички. А среди сказочного автокортежа самые лучшие признали машину с тремя белыми механическими конями. Именно ей в качестве приза достались 500 литров бензина. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Расиль Мухаммедов, Республика. Конец года – это не только предпраздничная суета, но и подведение итогов. Вот наши коллеги Ставанрадио готовятся подвести итоги акции, за которой следили не только взрослые радиослушатели, но и их дети. Веселые конкурсы, рождественские песни и сказочные персонажи, знакомые с детства. В преддверии Нового года эфирная студия превратилась в волшебную сказку. Главными виновниками торжества стали девять пар Дедов Морозов и Снегурочек, которые весь декабрь вместе с ведущими развлекали радиослушателей. Кто-то рассказывал стихи, кто-то пел песни, кто-то читал рэп. Было очень сложно выбрать самого достойного и самого лучшего участника, самого лучшего Деда Мороза. Ну и очаровательные Снегурочки тоже похоряли нас своей красотой и своим весельем. Все очень классно выступали, очень рады были тому, что они создавали нам весь декабрь новогоднее настроение. Участников много, а приз по-прежнему один. Лучших из лучших выбирали радиослушатели путем голосования в официальной группе будильников ВКонтакте. Голосование завершено, однако интрига будет сохранена вплоть до 31 декабря. Дмитрий Шараб и Нелли Светлова объявят победителей в утреннем выпуске в будильников шоу. Дарина Игнатьева, Евгений Анисимов, Республика. Просто Снегурочка была, хоккатушечка. А на национальном телевидении Чувашии начался конкурс «Новогодние нотки». В эфире нашего телеканала появились живые новогодние открытки. Участники вокального конкурса поют для вас самые красивые новогодние песни. 25 клипов открыток будут украшать эфир национального телевидения Чувашии все новогодние праздники. Желающих принять участие в конкурсе было значительно больше. Организаторы, педагоги по вокалу студии творческого воплощения СТВ прослушали каждого кандидата и пригласили на съемки лучших из лучших. Если честно, я подготовилась к конкурсу за один день, можно сказать за вечер, потому что о этом конкурсе я узнала в самый последний момент. Вот, и за вечер я выбрала песню, выучила ее, и на следующий день уже был кастинг. Ну, я считаю, что в этом конкурсе должен победить человек, у которого песня не грустная, веселая, потому что Новый год – это столько счастья, море улыбок, всего самого. В общем, много позитива, и я считаю, что в этом конкурсе должен выиграть именно тот человек, который будет исполнить свою песню весело и чтобы донести радость людям. Песню для участия в конкурсе «Новогодние нотки» ребята выбирали сами. Самой популярной оказалась «Снежинка». Новый год, что вот год настанет, Исполнит вмиг мечту твою, Если снежинка не растает, В твоей ладони не растает. Не обошлось и без казусов. Так Максим Медуков начал петь перед камерой гимн Олимпийских игр. Мы долго ломали голову, как он связан с Новым годом. Позже выяснилось, что у Максима не было при себе нужной фонограммы, Но юный певец не растерялся и решил спеть свою любимую песню. Когда же педагог Максима привезла на запись нужную мелодию, Пришлось сделать дубль два. Новый год из далекого детства Счастье с собой принесем Распахни перед будущим сердцем Под Новый год Обратите внимание, ребята снимаются на зеленом фоне. Режиссер монтажа тут же его убирает. И вместо зеленой ткани в эфире появляются лесные полянки, Новогодние шарики, сказочные герои. Вот такие телевизионные чудеса. Давайте, люди, в Рождество Дарить улыбки всем Чтоб этой ночи волшебством осталось насовсем В нашем городе очень много талантливых детей. И мне бы хотелось, чтобы они участвовали в конкурсах и фестивалях. И поэтому родилась такая мысль, чтобы наши дети участвовали в нашем же проекте, который называется «Новогодние нотки». Показали свое мастерство и свои таланты. Так как новогодние нотки – это конкурс, в нем есть победители. Жюри, в состав которого вошли педагоги по вокалу города Чебоксары, оценивала вокальные данные ребят, их артистизм и даже костюмы. Гран-при конкурса досталось 14-летней Ольге Васильевой. Оля выиграла путевку в загородный лагерь «Салют» от национального телевидения «Чувашия». А вот победитель в номинации «Зрительские симпатии» будет известен 12 января. До этой даты вы можете проголосовать за лучшую новогоднюю песню ВКонтакте в группе национального телевидения «Чувашия». Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Николай Яковлев и Евгений Анисимов. Республика. В минувшие выходные театр оперы и балета превратился в кинотеатр. Никакой перепланировки не потребовалось. Экраном стал фасад здания. Так в столице Чувашии прошло световое шоу «Симфония света». Такое чебоксарцы пропустить не смогли и даже сняли происходящее на видео. Одно из них прислали нам. Кадры из любимых мультфильмов и различные узоры на фасаде театра появились 27 декабря в 17 часов, как только стемнело. Шоу длилось три часа. Посмотреть его смогли и все желающие абсолютно бесплатно. Организатором выступило Министерство культуры страны. Последние перед Новым годом выходные многие россияне проводят в магазинах. Ну а мы в минувший воскресный вечер побывали на балу. Сейчас все увидите сами. Какая девушка не мечтает оказаться на настоящем балу? Особенно, если с боем часов карета не превращается в тыкву, а наряд в лохмотье. Накануне Нового года у чебоксарцев была возможность попасть на настоящий новогодний бал. Даже Золушка в этот вечер не собиралась терять туфельку и убегать. У нее были другие планы. Мы так спонтанно решили совершенно. Вот вчера только я решила буду Золушкой, а это будет мой принц. Бал для вас это что? Бал, ну скорее всего танцы. Конечно же вальс, музыка, развлечения. Праздник горожанам подарила одна из танцевальных школ города и певческая капелла «Классика». Дин-дин-дон, дин-дин-дон, лев за чудный сон. Слышу, смея со всех сторон, зальчатся в воду плод. Дин-дин-дон, дин-дин-дон, лев за чудный сон. Слышу, смея со всех сторон, зальчатся в воду плод. Мы уже проводим балы пять лет. Опыт у нас большой. Программа разнообразная. Возрастная категория, начиная с первых классов и кончая людьми солидного возраста. Мы пригласили сегодня всех желающих потанцевать, пообщаться. Можно поиграть по-бальному, потанцевать, найти кавалера, возможно. Для тех, у кого танцевальных навыков нет, прямо на месте организовали специальные мастер-классы. Раз, два, три. Раз, два, три. Для того, чтобы перед Новым годом оторваться от всей суеты, которая и на работе, проводим этот бал, чтобы окунуться в такую праздничную атмосферу. Но для того, чтобы можно было полностью в нее окунуться, нужно научиться хотя бы элементарно танцевать. Элементарные па, элементарные основы. Я всегда с детства мечтала попасть на бал. Вот с прошлого года. В прошлом году я не успела попасть на бал. В этом году у меня получилось попасть. Я всегда хотела научиться танцевать вальс. И я этому научилась. Это у меня первые балы. Вот всегда мечтала узнать, что это такое, почувствовать этот дух. Вообще нравятся танцы. Ну, а сейчас Новый год. Поэтому решила посетить бал. Платье выбирала долго. Как вы сами заметили, я сегодня в меньшинстве, поэтому я сегодня на расхват. Татьяна негодует. А вот сзади меня выстроилась целая очередь. Что уж, как поется в известной песне, принцев мало и на всех их не хватает. Однако девчонки в сторонке не стояли. Весело было всем. Подобные балы теперь планируют проводить не только под Новый год. Вероятно, возможность надеть бальные платья, фраки, потанцевать, чем боксарцам представится уже к одним защитник Отечества. Таким стал последний понедельник уходящего года глазами корреспондентов национального телевидения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова